Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. И знаете, когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов. Если вы нам выдали кредит на строительство атомной станции, кстати, под сколько процентов? 4,8%. 4,8%. А Вьетнаму? Порядка трех. Под три. Меньше трех. А Армении? Тоже меньше трех. Вопрос, почему? И потом, под какой процент вы в Америке у своих врагов держите миллиарды долларов? Знаете, меньше процента. 0,75 и прочее. А нам, вот недавно мы вернули Грефу кредит, который вы нам аж помогли однажды под поручительство Беларуськалия выдали, под какой процент? Почти под 9%. 9%. Под 600 миллионов. Мы пытались договориться, время прошло, проценты там упали и прочее. Ну, мы же друзья там и прочее. Давайте договоримся цивилизованно. Давайте договоримся, как нам враги наши западные кредиты выдают под 2% или Китайская Народная Республика под 2%. Давайте договоримся. Нет. Тогда я поручил правительству немедленно изымите средства вплоть до золотой валютных резервов и верните банку эти деньги. Что банк выиграл? Он размещал деньги здесь, получал проценты. Это были лишние деньги, которые он кредитует все, если есть какие-то лишние копейки. Вы тоже. И вы выдали нам кредиты и каждый день говорите об этом, что вот эти нахлебники мы им дали кредиты. Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем этим процентам. Американцы вам дают 10 миллионов за 200 миллиардов долларов или сколько, которые вы там храните. Еще неизвестно, чем это обернется. Вот за какой вопрос не возьмись, куда ни кинь, везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают. Но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать. Но решать эти вопросы надо. Они лежат на поверхности. И еще то, что я сказал президенту России, когда он опять в Сочи начал говорить публично о том, что вот мягко мы кредитуем Беларусь, помогаем кредитами. И правда, как он сказал, проблем с выплатой по процентам и прочее нет. Что беларусы очень дисциплинированы и обязательны в исполнении своих обязательств. Так везде. Особенно по деньгам. И я был вынужден сказать. Мы посчитали. Поскольку мы финишное производство, на предприятиях, с которыми в России наша экономика завязана, наши предприятия, наши, работают больше 10 миллионов человек. А с семьями это больше 40 миллионов человек. Поэтому поддерживая конечного производителя, а для вас фактически экономика Беларуси это конечный производитель, вы поддерживаете и свои предприятия. Так даже ваши либералы говорят. Что надо поддерживать конечного производителя и правильно. Поэтому, извините, что я вот так откровенно вам говорю об этом. Это спасибо наоборот. Но если, знаете, мне и мой друг, президент и другие мои друзья в России говорят, слушай, ну ты понимаешь, ну ты бы не говорил вот это публично. На что я говорю, знаешь, если я не скажу публично, в России никто не услышит. Поэтому я вынужден, вы меня вынуждаете говорить об этом, чтобы россияне и мы понимали, что мы не нахлебники, что мы родные люди, мы не партнеры, как у вас принято говорить, это меня просто коробит. Что мы готовы с вами сотрудничать, что мы обречены жить вместе. Поэтому давайте вместе. Продолжение следует...